Ну, начало стрима, оно всегда такое, всегда что-нибудь вылетает, падает, ну, это понятно, чувак с чата намошнил, но я действительно не понимаю, почему Skyrim такой, сука, тихий, все игры громкие, блять, Skyrim тихий, это наверняка из-за того, что русской версии, как всегда, Василий, полнейший за звукорежиссерским пультом был, который вообще, как бы, не может ни хера, и он просрал все полимеры, которые связаны со звуком были. Доверяют, потому что важную работу дворникам всяким. Ну, придется так играть, короче, ничего поделать не могу, громче она не делается. Наоборот, я себе ее, блять, потише сделаю. Сейчас, короче. Свем Лейсер, спасибо за подписку, брат. Спасибо. Хотя, нет, я придумал, я себя потише сделаю, вот что я придумал. Вот, 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 вот я себя потише сделаю, тогда вы все сделаете погромче, игра будет достаточно громкая. И никто мошнить на звук не будет. Оп, 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 оп. Все. Как, как, какое вообще гениальное решение? Какое вообще гениальное решение? А то еще я один тут со звуком мучаюсь, а все только пишут мне, как надо сделать. Теперь и вы тоже, там, дергайте свои микрофоны, эти наушники, там, настраиваете и все такое, чтобы подстроиться под меня. Все. Последний раз запускаю. Игра отвратительна в плане того, что мне нужно, наверное, скачать фейк фуллскрин экзешник, потому что там, блять, постоянно вылетает от альтабов. Это так за... Замучило меня, извиняюсь за мат, но просто реально замучило до потери уже сознания просто какого-то. Я не могу просто в нее нормально поигрывать, мы быстро влетает, сука. Все, работай, говно. Все, 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 все. Если будут проблемы, громче, тише, пишите сразу, а я пока. Ух ты, вот это... Вот это действительно серьезно, я считаю. Такая-то физика. Итак, погружение в мир Скайрима. Часть вторая, второй стрим по этой замечательной игре. Вот опять Герр. Как тебя там? Герр, майор. Дур. Спасибо. Спасибо, что сообщили мне об этом, мадам. Герр, дур. Так. Забаненный чувак писал, раскидай уровень. Отлично. Повышение уровня. В переходе на новый уровень, вы на выбор увеличите свое здоровье, магию или запас сил. Также вы получаете одну очко способностей, которые можете потратить на медалин, или отложить на потом. Доступные способности в каждом созвездии, выделены белым цветом. Я хочу запас сил, или здоровье, или... Я не знаю. Че я хочу? Че мне нужно хотеть? Ну, здоровье не купишь. Давайте увеличим здоровье. А, я еще могу что-то увеличить. Давайте запас сил. И две способности. Ну, немножко апнем стрельбу. Критический выстрел. Не, 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 не. Если способности так качаются, то я это самое... Я хочу это самое двуручное оружие качнуть. Варвар. 25% меньше сил. Силовые атаки. Я могу только варвара пока качать, я правильно понимаю? Да. Все. Нет, после варвара я уже мог качать стойку чемпиона, но я взял два варвара. Ничего страшного. А консолил совсем. Забаньте этого пикапидра и поехали дальше. Такс, такс, такс. Я помню, что в прошлый раз... Господи, ну и походочка у этой мадемуазель. Жуть просто. СБС Таймс, спасибо за подписку. Так, про спор, значит, я рассказал. Про все я рассказал. Да, все можно, можно сконцентрироваться на игре. Короче, мне надо было подойти к какому-то чухану. Я уже заходил к нему в гости, но тогда я не смог... А нет, все, это дерьмо пропало. А что мне вообще делать тогда? Задание перед бурей. Отправиться в соседний город, и вот дядя Кузнец. Так я вроде уже подходил к этому мужику, и он мне ничего не дал. Боже мой, сраные деревни. Забаньте Антонио Клауна за спойлеры. Ребят, я в первый раз играю с Карим. Позвольте мне самому познать этот мир. И вам было бы интересно, если бы вы в первый раз играли в какой-нибудь Фоллаут, и сидел бы какой-нибудь мудил, и который вам все рассказывал. Это же просто отвратитель. Тебе нормально вообще, мужик? Все, успокоился. А мне вообще все надо взять, видимо. Все это дерьмо, вместе с железным слитком и одеждой бомжа. Ты можешь мне помочь. Всем нам. Как? Нужно сообщить Ярлу, что в округе появился дракон. Ривермуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу Вайтран, чтобы он пристал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Здесь нужен двойной альтаб. Проблема в том, что мне, в принципе, не важен альтаб. Я могу затерпеть, но я не смогу музыку подставлять в прикольные моменты. При двойном альтабе назад она не всегда разворачивается. Она иногда вылетает. В прикольный момент музыку не смогу подставлять и мудил банить. Ну ладно, это не страшно. Как мне попасть отсюда в Вальтрон? Перейдёшь реку, а потом иди на север. Увидишь его сразу за водопадом. Хорошо. Когда придёшь в Вайтран, продолжай подниматься выше. На вершине холма стоит драконий предел. Дворец Ярл. Что ты можешь рассказать мне о Ярле? Балгруф? Он правит Вайтраном. Хороший человек. Может быть, слишком осторожный. Но времена нынче опасны. Пока что он умудрялся хранить нейтралитет. Ну, боюсь, так долго продолжат. Ладно, пойду-ка я поработаю. А вы тут пока располагались. Слимшейди куча цифр. Два миллиона... Нет, 22 миллиона... Блядь, я не успел прочесть. Ну, в общем, спасибо тебе за подписку. Вот, ребёнок у них есть в семье. Я тебе это, подарки принёс. Стоящий дракон? Да, был. Я тебе подарки принёс. А то как-то некрасиво, когда дядя приходит. И ничего не дарит. Сейчас, секунду. Сейчас. Да. Так. Так, держи. Железный слиток. Играйся. И рубашку на вырост. Где она там? Во. Будешь настоящей королевой в своей школе. Не благодари. Надо бы говорить, что я слишком приветлива с чужаками. Но ты вроде ничего. Тут никого нет, да? Да, я тебя понюхаю. Хорошо. Держи руки при себе. Ну, извини. Ты же приветлива с чужаками, да? Да, кстати, я играю за женщину. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чтобы вы не забывали, да? Поэтому я отыгрываю женского персонажа. В меру способностей. В пределах разумного, конечно. Твоя дочь. Ладно. Так. Я ещё не со всеми, на самом деле, в этом городе поговорил. Давайте зайдём во все дома. Что у нас здесь? Этот торговец, да? Ривервудский. Ну, здесь я квест сделал. Я вернул ему как раз золотой коготь этого чувака. Я видела дракона. Честное слово. Хоть мне никто и не верит. Я тебе верю. Я тоже видела дракона. Там ещё были мужчины и... Ради Шора. Чего тебе? И чего? А кто ты вообще? Хильдия. Послушай лучше моего сынка, Свена. Он поёт в таверне почти каждый вечер. Так. В таверне я ещё не был. А, блин, это взламывать надо. Не, не буду. Не буду. Раз они не хотят пускать гостей, то... Чёрт с ними. Я уже обнёс один дом. Что из этой сранит таверна? Дом Финдала. Тоже закрыт. Неприветливый город какой-то, конечно. О, Друффало по имени Буффало. Без задницы, правда, но ничего страшного. Есть. Я, кстати, видел, какая мода на Skyrim. Смотрел сегодня на Нексусе. Я, короче, видел, что есть моды на анусы животных. Он довольно популярен. По-моему, на шестой или седьмой странице по популярности. А? Куда? Ты всем даешь этот совет? Поэтому тебя прозвали ХОД. Привет, сын. Да ладно, давай поговорим. Хорошо. Тебе надо идти. Я никогда не рубил дрова. Я городской житель, поэтому... Нет, не то. Пивком. Всё, да ты заебал, чувак. Ладно, я ухожу. Извините за мат. Я больше не буду ругаться, но этот мужик реально меня запарил. Отстань от меня, больной ублюдок. Вообще просто... Я ухожу. Господи. Что он идёт за мной? Алё. Милиция. Полиция. Ривервудский торгает это. Это опять это дерьмо. Так. Оксо, спасибо за подписку, брат. Я не хочу туда возвращаться. Там этот ход где-то. Оксо, спасибо, брат. Спасибо, брат. Добро пожаловать в наш... Как называется мир, блядь, это? А, Скорим. Скорим. Добро пожаловать в Скорим, брат. Скорим, новичок. Так что на первый раз прощаем. Но лучше не зли меня. Пошёл вон, блядь. Щенок. Да ладно, я б шутил. Они все нападут на меня? Он... Он... Он хамил. Алё. Он хамил. Так, надо уходить. Они... Это Бесесда. Они разагрятся. Уйду я, блядь, да... Ну всё. Ну чё началось, ну... Дуйте домой! Я выставлю твою голову на стене! Е... Ге-ге. Фак. Ге-ге. Каких лентяев? Вы меня просто зарубили ни за что. Так, ладно. Кстати. Кстати, этот топор-то одноручный, блин. Этот топор-то, блин, одноручный. Вот в чём проблема. Мне тут... Я тут двуручное оружие качал, поэтому меня так и разложили эти бомжи. Я ненавижу этот город. Но мне ребёнок нахамил, и я имел полное право дать ему пощечину. Я считаю так. Так. Инвентарь, предметы, оружие. Да, древний нордский боевой топор холода. Наносит пять единиц холода. Но мне он не подойдёт, к сожалению. Поэтому мы возвращаем наш... Привычный нам... Железный боевой молот. Воу, вот это я понимаю. Спасибо, спасибо. Я зову его топор. Двуручный топор. Только попробуй ещё раз, говно маленькое. Так, вот, таверна Спящий Великан. Таверна Спящий Великан. Но здесь я играю без всяких челленджей, потому что это мое первое прохождение. Более того, у меня нормальный уровень слож... Это не я. Ты слышишь меня? Это не меня. Так, я чувствую, к чему они клонят. Ты слышал меня? Ага, Эльспор испортится. Борис Сало. Спасибо за подписку. Один из самых донатерских Борисов в мире. Сало. Спасибо. Так, ну тут понятно. Затыканный жизнью бармен. Вы посмотрите на его лицо. Там есть комнаты и еда. И выпивка тоже. Я готовлю. Вот, пожалуй, и всё. Он хоть и хмурится, но видно, что он забит женой по его кругами под глазами и всё такое. Взна комната, обратись к дельфине. Блять, зря... Не, если женщину зовут дельфина, то лучше сразу забить. Так, комната. Снять, что ли, комнату? Я посмотрю сначала, так оценю.